Туристический автобус из Владивостока приехал в Алексей-Никольское село. 40 человек проделали долгий путь из краевой столицы, чтобы познакомиться с жизнью за пределами города. Алексей-Никольцы встречают гостей по старинному обычаю. Веселое начало – залог хорошего отдыха. Первая часть туристической программы – игры и забавы. В конкурсах используются ведра, коромысла и другой традиционный сельский инвентарь. Для гостей открыта собственная ярмарка. Местные производители с гордостью выставляют натуральную продукцию своих хозяйств. Это как бы для туристов такое показательное, чем занимаются жители села Алексей-Никольское. Поэтому выносят все, кто что производит дома. Овощи, свекла, папоротник собирают, коросы. То молочно, вот я корову держу. Сельский шоппинг, фотографирование, танцы и хороводы – обычное развлечение для туристов. Алексей-Никольцы придумывают и что-то новенькое. Любители быстрой езды по очереди катает ретивый сельский жеребец Виталий. Игры очень понравились, активные такие были. Вот Виталий очень приглянулся. Было бы возможно, с собой бы увезли. Здесь на селе люди все-таки хотят что-то изменить в своей жизни, хотят участвовать в том числе в туриндустрии. Это приятно, это понравилось. У местных жителей пока мало опыта в туристической индустрии, но они компенсируют это энергией и задором. Идея приглашать к себе гостей давно зародилась у местных активистов. Сейчас Алексей-Никольское – первое туристическое село в нашем городском округе. В сентябре месяце у нас в Уссурийском городском округе проходил хоровод дружбы. На этот хоровод нужно было представить бренд территории и защитить туристический маршрут. Наша команда с Российской территорией заняла первое место, поэтому нам и первыми нужно было открывать. Поэтому мы нашли фирму, с которой начали сотрудничать. И вот на сегодня мы принимаем третью группу туристов. Гостей развлекают весь день. Самое интересное в туристической программе начинается с поездки на тракторе. Под игру гармониста поют и приезжие, и местные жители. На сельском стадионе уже стоят столы и горит костер. На обед для жителей Владивостока – шурпа, деревенская каша и котлеты. Это первая туристическая группа в селе, визит которой полностью проходит под открытым небом. А также первая, в которую входят иностранные гости. Сегодня я хотел посмотреть и почувствовать традиционную русскую культуру. Раньше я не сталкивался с ней так близко. Мне это очень нравится, очень интересно. Настоящая экзотика для городских жителей ждет туристов в хозяйстве семьи Волковых. В обычном сельском дворе гости могут покормить кур, приласкать дворовых собак. Крупный рогатый скот пользуется особой популярностью. Каждый хочет с руки дать хлеба дружелюбной и ласковой корове. Ой, она даже не кусается. Где-то там в глубине у истоков стоит наша деревня. Я думаю, что и в вашем родовом дереве, и в моем тоже, и я это точно знаю. Мои дедушка и бабушка жили в деревне, естественно, я на своих каникулах приезжала в деревню и отдыхала. Поэтому это где-то у нас, это где-то внутри, и нам это может быть и не хватает. И под конец дня главная достопримечательность Алексея Никольского – сыроварня. В начале года местный предприниматель запустил здесь производство молодых сыров по итальянской рецептуре. На пробу гостям представлены обращики товара. В цеху Андрей Пахомов использует натуральное молоко от своих односельчан и окрестных хозяйств. Посмотрят телевизор люди, говорят, вот сыр варят там из всяких порошков, вроде как его есть нельзя. А тут приезжают, само лично убеждаются, что молоко свежее, все делается в стерильных условиях, то есть все как положено. Ну, это же, конечно, рассказывают своим друзьям, своим родственникам. Для местных жителей это только начало. Туристический бизнес здесь будут развивать. Энтузиасты уже разработали маршрут, который включает все три села Алексея Никольской территории. А уж показать найдут что. Евгений Талов, Александр Анисимов, Телемикс.